Пожалуйста, поделитесь впечатлениями о сегодняшнем матче. Понравилась вам вообще игра сегодня? Ну, смотря чья. Вот чья. Наша, нет. Ну, да на самом деле, честно, как будто бы все эмоции закончились при просмотре финала Чемпионата Мира. И как-то даже не особо хотелось играть сегодня вообще. Ну, мне лично. То есть так, полувяло вышли, поэтому начали так плохо. Ну, объективно, конечно, должны были играть лучше, забивать больше. Ну, конечно, в недоволении. Ну, то есть, можно говорить, что мы сами сегодня придумали то, что матч полуфинальный. Вот, то есть, по идее, матч полуфинальный должен по статусу, по накалу быть каким-то серьезным. Он сегодня таким получился, но исключительно потому, что мы его таким сделали. Играем мы так, как мы можем играть. Наверное, будь у нас какие-то там игроки в составе еще, которых сегодня нет, но фиг с ними. То есть мы и без них можем играть хорошо. Вот, короче говоря, мы придумали полуфинал себе сами. Его не должно быть сегодня, но должен быть рядовой матч группового этапа. А не показалось ли вам, что игра соперников была полурасслабленной? Да, ну нет, я бы так не сказал. Мне кажется, ребята, ну, можно им отдать должное. Они во всех эпизодах добегали. То есть, видно было, что они серьезно настроились на эту игру. Уверен, что никто не приезжает на такие матчи, там, реально там на спущенных ногах. С мыслью о том, что, ну, матч закончится, поеду домой спать. В принципе, ну, как бы, ничего для меня это игра не значит. Такого точно не было. Соперник играл хорошо, играл как умеет. Было видно, что хочет. Ну, и перед нами, буквально, перед глазами был пример Макаби. Команда, которая, ну, будем честны, да? Будем честны. Вот. А в итоге они проходят Кастилью и они проходят Крылья Советов. Никто их не ждал в финале. Все ждали нас, но никак не Макаби, да? И поэтому сегодня мы стояли в круге и, как бы, обсуждали это, что нельзя недонстраиваться. Хоть это будет волонтерская рота, хоть это будет Кастилья, абсолютно не важно. Нужно выходить, играть. Да, мы в итоге не выполнили ничего из того, что мы договаривались. Но, ладно, мы в финале. Со стороны вратаря, как бы ты оценил подготовку соперников к сегодняшнему матчу? Я сразу скажу, я свое оценю. Это где-то на троечку. Из десяти. Из десяти, потому что троечка – это заголевой пас. Вот. Ну, а, ну, еще подтащил. Ладно, четыре. Ладно. Ну, четыре с половиной. По поводу соперника, напрягли пару раз точно. Ну, то есть вот, но, я ни разу за матч не подумал, что мы сегодня проиграем. Поэтому, как бы хороша не была волонтерская рота, не знаю, может ли она лучше. Я их видел сегодня первый раз. Ну, парни говорят, могут. Окей. Надеюсь, еще когда не встретимся, ибо они покажут это. Ну, в общем, я сегодня был уверен, и, как бы, даже я привез гол. Пофиг. Макаби вышел в финал. Как будете готовиться к игре? Ну, соответственно, никто не ожидал, как бы, вот. Что будете делать? Подожди секунду. Ты ожидала молодежку в финале? А кого ты там ждала? Их, конечно. Да, я сказала, что за них болею. Ты как-то еще говорила, что за нас болеешь, ничего делать. Нет, я сказала, что не мои любимчики. Я расстроилась. Какой вопрос был? Никто не ждал Макаби в финале. Как будете готовиться к игре? Вот. Как ко всем играм готовимся. Ну, то есть никак. Мы уже тебе отвечали, да, что мы не готовились? Финал? Финал ничем не отличается. Ну, что? А что мы не знаем про Макаби? Мы с ними в группе, да, там, играли? Ну, это точно никто ничего не ждал. Она будет раз и уходит, и неужели вас это не настораживает никак? Ну, мы же с ними в группе играли, и, в принципе, как будто бы несложно было. Привезли полтора человека. Да, я не знаю. Настроимся, да, финал, конечно, особенный матч, да, там, конечно, там будет какая-нибудь там вязкая игра, скорее всего, там, все будут там из последних сил добегать, там, лететь в подкаты я, вот, ну, как бы... Да, а как готовиться? Я работаю шесть дней в неделю. Когда мне их матчи смотреть? Скажи мне, пожалуйста. Ну, никогда. Перед сном? Нет, я уже на работе засыпаю. И все-таки, да, в Макаби, наверное, ничем не сильнее этой же волонтерской роты. Что? Ну, мы знаем Мартына там, господи. Там много. Пашего мы там знаем. Ну, как бы, ну, пацаны, ничего сверхъестественного. Да, все обычные. Две руки, две ноги, господи. Две опорные ноги. Нет, ну, как, ну, никак мы не будем готовиться. Все хорошо. Еще один вопрос, который меня мучает. Почему не получалось забивать по пустым воротам сегодня? Да только сегодня? Весь турнир, ты все игры наши смотрела, когда мы вообще в пустыне. Может быть, это какой-то фэрплей. Может, а может, мы переберегли голы для финала, и там будем забивать просто. Парни говорят, вот, шаман уходит. Ну, не знаю, это какое-то проклятие, реально. То есть мы из более неочевидных положений забиваем какие-то девятки, там, пятки. Все, что можем, придумаем, в итоге пустые. Ну, неинтересно, походу, пацанам забивать. Ну, кстати, да, согласен. И вопрос, за кого болели на чемпионате мира? Я за синегал болел. Ты, наверное, подожжешь сейчас, реально. Швейцария, Германия. А в итоге финал? Ну, ты же про финал спрашиваешь. Конечно, финал. Ну, за Францию. Я рыдал после матча. У меня вообще трешка сгорела, во-первых. Это во-первых. Во-вторых, да. Ну, не очень. Не, ну, что, за Месси рады, а, ну, объективно, конечно, болели за Францию. Короче, Аргентина – это сборище крыс и провокаторов. Поэтому они никак не заслуживали выиграть в финале, просто исключительно из-за своей манеры игры. Ну, отдельных игроков. Отдельные игроки. Нет, отдельные игроки, там, наоборот, примерные, хорошие. Ну, в общем, ты поняла. Понятно. Удачи вам в финале. Спасибо. А, извиняюсь, да. Извините, еще вопрос. Еще вопрос, да, последний. Как вам сегодняшнее судейство? Понравилось ли вам или не понравилось? Что можете сказать? Ну, отвратительно. Вот человек, который по этой бровке, по этой бровке вопросов нет. Он ни разу не свистнулся. Он с каждой игрой повышал свой уровень, учил правила. Нет, он прибавляет. Он, да, он очень прибавил за этот турнир. Он не мешает. Он не мешает. Это не судья, наемник. Короче, он надменный. Он высокомерный. Если это вдруг синонимы, то считать он точно не умеет. Один, два и четыре у него идет. Я не знаю, где он тройку. Может быть, это его самое нелюбимое число в жизни. Я не знаю, или что случилось. Может быть, ему синий цвет не нравился. Пацаны белые надели. Может быть, это как-то полегче им стало. Он не свистел в их сторону ничего. В нашу. Да, очень много фолов не поставил. Ну, то есть, опять же, красавцы. Что он делал в отношении нас, я не знаю. И если он будет играть в финале, а он будет играть в финале, причем за Макаби, скорее всего. Ну, я не знаю, я не хочу играть. Шестого Катарю. Седьмого. Короче, отвратительно. Мужчины. Спасибо большое. Отвратительно. Может быть, Чумова что-то добавит. Я не знаю. Ну, иногда просто приходишь на игры, да. То есть, ну, два судьи, по идее, ну, как бы уровень судейства должен повышаться, потому что, ну, с двух ракурсов можно одни и те же моменты видеть, где-то общаться друг с другом. Плюс, этот судья выглядит, ну, он же так, ну, в возрасте, да, там, можно сказать. Вот, он уже в возрасте, и как будто бы, как будто бы должен быть... Он меня довести должен был. Да. Должен быть, как будто уже там, ну, какой-то опыт, да, там, бэкграунд за плечами. Ну, было полное ощущение, что человек либо настолько, там, бездарный, что он просто занимается, там, не тем, чем должен, да, то есть, ну, возможно, у него что-то в этой жизни лучше, получается, да, там, готовить, там, стирать, убираться, ну, не знаю, неважно. Да, ну, у Меха, кстати, есть деньги. Кстати, да, у них сколько спонсоров-то, смотрите. Все, ладно. Спасибо вам, удачи. Спасибо.